Приветствую всех дорогие зрители и сегодня я поделюсь с вами как и что лучше прокачивать и вообще что для чего нужно. Что ж, давайте по полочкам разберемся, что это за скиллы и для чего они нужны. Начнем с первого, survival. То есть вы медленнее голодаете и медленнее испытываете жажду. То есть чем выше у вас уровень, к сожалению не могу показать как это прокачивается, но потому что оно у меня уже прокачано. Но я вам говорю, что это один из первых скиллов, которые важно прокачать. Ну да ладно, о важности я расскажу позже, давайте разберемся с переводом и значимостью. Так вот, следующее это endurance, greater stamina and the guilty. То есть вы намного выносливее и намного ловче. Снеки-беки, хоть оно так и называется весело, но на самом деле оно повышает вашу скрытность и делает вас тише и более незаметным. Mark's man, better accuracy and recoil. То есть вы стали намного аккуратнее и отдача у вас стала намного меньше. Warrior, do more and take less melee damage. Этот скилл вам поможет... Этот скилл вам поможет наносить больший урон и в свою очередь получать меньшие повреждения от противников. Outdoors, strong mining and chopping. Outdoors, strong mining and chopping. Что это говорит? Это говорит о том, что вы теперь можете быстрее наколоть. Это говорит о том, что вы можете быстрее добывать ресурсы, а именно колотить камни или же пилять дрова. Crafts man, increases crafting smarts. То есть это помогает вам улучшить ваши навыки крафта. И последний скилл immunity. Less disease and more vitality. То есть вы менее подвержены болезням и в свою очередь быстрее на вас все заживает. Что я хочу сказать особенного о этом скилле. Если вы его прокачаете на максимум, то когда вы сбросите на ноль ваш голод и вашу жажду, ваше здоровье начнет увеличиваться. Я покажу это позже. Ну а теперь давайте поговорим о важности. Что я советую делать новичкам? Новичкам я советую в первую очередь прокачать Craftsman. И также начать прокачивать выживаемость, выносливость и иммунитет. На первое время это будет достаточно. Как же набивать скиллы? Скиллы нужно набивать, я лично советую набивать его в ближнем бою. Либо же катаной, либо же кувалдой. Да, я согласен, драться с зомби очень сложно. Но это приносит свои плоды. Для того, чтобы набирать как можно больше скиллов за один раз, желательно бить прямо в голову. То есть мы подходим к зомби, тактика у нас следующая, отходим назад потихонечку и бьем по голове. И у нас всего лишь три скилла. Ладно, я к кувалде не совсем привык. Да, кувалда это крутое оружие, бьет хорошо, но я все-таки привык работать катаной. С катаной намного проще, она бьет быстрее. И если прокачаны все скиллы, то она бьет так же наверняка. Вот, например, наши зомби. Я включу ПНВ. Раз и нету. Подходим к следующему. Раз и нету. Но, к сожалению, это обычные зомби. Ух ты. Раз и нету. С военными зомби немного посложнее. Их приходится убивать правой кнопкой. Но за них и дают побольше скиллов. Вот, плюс четыре. Кстати, я заметил, чем бить выше и чем бить точнее. То есть, если попасть прямо в лоб между глаз, то вам за это дается как можно больше очков. Но, кстати, больше пяти вам здесь не дадут. Хотя нет, вру, дадут. Если вы подойдете вплотную к зверю и убьете его либо же с кувалды, либо же с катаной, либо другого колючережущего предмета, то вам за это могут дать до 12 скиллов. А это очень и очень приятно. Также скиллы можно набирать, если пилять деревья или же колотить камни. Но так вы далеко не уйдете, потому что камней и деревьев хоть и много, но все-таки за них набирается очень и очень медленно. И согласитесь, убить одного зомби и получить за него 5 очков скилла намного проще, чем 5 минут рубать деревья, если у вас не прокачаны скиллы. Что же еще важно? Ни в коем случае не делайте так. Или же вот так. Да, я соглашусь, это выглядит эффектно, но к сожалению скиллов вам не принесет. Так что так не делайте. И кстати, сейчас мне нужно утолить жажду, и я как раз покажу вам, как же восстанавливается здоровье. Итак, мы сбрасываем наш голод до ноля. Я думаю, будет достаточно. Нет, не достаточно, но значит съедим еще. И утоляем нашу жажду, так же до ноля. Кстати, немаловажный момент. Радиация у вас должна быть менее 20%. И вы видите, что мое здоровье потихоньку поползло вверх. Так оно доползет до самых 100%. Так, зомби начали спавнивать. Давайте их убью. 4% экспириенса. Все круто. Ну что ж, если видео было полезным, то не поленитесь поставить лайк, а также подписаться на канал, ну и рассказать своим друзьям. Что ж, до скорых встреч.